Сейчас, на время карантина, я нахожусь не в своей мастерской. Мне пришлось уехать из Москвы и пожить немного у себя дома. Там, где я родился, где я впервые начинал свои разработки. И уже тогда я знал, чем я буду заниматься дальше. И сейчас мои разработки немного замедлили свой ход. Но где-то внутри есть чувство, которое не дает спокойно спать. Не дает спокойно сидеть на месте. Чувство непознанного, неизведанного. Я не могу без этого. И поэтому мне пришлось забрать часть своей мастерской и перевезти ее сюда, чтобы продолжить свои разработки. И сегодня я вам расскажу, что я сделал за последнее время, находясь здесь. Первое и самое главное, я поставил на робота Raspberry с предустановленной Ubuntu Mate. Для запуска и коммутации я использовал свою старую разработку. Видео с ней вы можете посмотреть вот здесь по ссылочке. По A2C я соединил Raspberry и Arduino, чтобы Arduino управляла движением робота, а Raspberry была его основным мозгом. По-хорошему, нужно использовать вот такую плату для соединения коммутаций. Потому что Arduino передает сигнал с амплитудой 5 вольт, а Raspberry с амплитудой 3,3 вольта. Но сейчас у меня нет под рукой такой платы, и я сделаю это позже. Еще у меня на Raspberry отвалился Wi-Fi, и поэтому я буду использовать вот такую антенну. Давайте посмотрим, как выглядит сейчас текущий проект. К роботу я подключаюсь сейчас по SSH. Достаточно указать имя робота, IP-адрес, и все. Можно управлять как из-под Windows, с командной строки, так и из-под Linux. Он ничем не отличается. Итак, давайте посмотрим, как выглядит проект. Есть папка проекта, в которой находятся две папки. Папка C++. Там есть программы для Ардуинки, которые можно загружать в контроллер непосредственно с Raspberry, если установлена IDE, а можно подключить ее к ПК и загружать по старинке. Вторая папка Python. Содержит в себе программы, написанные на питоне для Raspberry. Да, меня постоянно спрашивают, как называется той или иной робот. И у меня никогда не было желания одушевлять мои разработки. Но вот этого парня я решил все-таки назвать и дать ему имя Гефест. В честь древнегреческого бога огня и самого искусственного кузнеца. Потому что с этим роботом я отработаю множество программ и много решений, которые помогут мне в дальнейшем. Файл гефест-мэс будет содержать всю математику и различные математические функции, необходимые для робота. Да, все функции объединены в класс. Да здравствует ООП. Второй файл i2c-master содержит в себе класс, который описывает формат передачи сообщения для ардуинки. И третий файл main-gefest является основным. Тут я подключаю предыдущие файлы и запускаю основной цикл робота. Вот эта строчка высчитывает напряжение робота, которое необходимо подать на электродвигатели при заданных параметрах движения. Линейной скорости, начальном угле отклонения и угловой скорости. Эта функция подтягивается из класса гефест-мэс. Но откуда взялась эта функция? Для того, чтобы управлять роботом и делать это точно и профессионально, нужна математическая модель робота, которая была посчитана и были выведены уравнения движений. И если вам интересно как это делать, напишите в комментариях и я вам все покажу. Далее, полученные напряжения я передаю в функцию, которая определяет значение шим-сигнала и направление вращения для каждого двигателя. И дальше, полученные значения я передаю с помощью функции по i2c в ардуино. Для того, чтобы запустить робота, нужно запустить вот этот файл. И мы увидим, что робот начал движение. А если я нажму комбинацию Ctrl-C, то вызовется обработчик исключений и последними значениями передадутся все нули и робот остановится. Программа для ардуино состоит из кусков старых моих программ и останавливаться на ней я не буду. В описании под видео я оставлю ссылку на все программы для проекта. Кому интересно, можете скачать и сами все посмотреть. И для начала давайте заставим робота ехать просто прямо. Теперь изменим скорость на отрицательную и он должен ехать назад. Теперь давайте линейную скорость сделаем равную нулю, но добавим ему угловую скорость. Теперь он у нас вращается на месте. И так можно запрограммировать очень много различных движений. Как вы можете видеть, программы очень простые и работоспособны. В дальнейшем я постараюсь перенести весь проект на ROS и писать программу уже на ROS. И тем самым у меня получится объединить два плейлиста разработки и видеоуроков по ROS. И это довольно круто должно получиться, когда два параллельных проекта сливаются в один и становится еще круче и интересней. Да, а если ты еще не смотрел видео про ROS, то вот ссылочка на него, обязательно посмотри. Прокачивайте свои скиллы и не останавливайтесь в развитии, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok